Первый вопрос у меня к вам связан с карантином. Расскажите, как вы справляетесь с этим периодом, когда вы все в такой длительной социальной изоляции, что вам больше всего не хватает? Первое время я немножко удивилась, насколько все стремительно вообще развивается в мире и как резко меняется привычный нам образ жизни, но я больше всего переживала за свою какую-то эмоциональную стабильность, но в принципе я пережила это вполне нормально. Первое время был очень тяжелым отказ от какого-либо социального взаимодействия с друзьями, со знакомыми, то есть у меня был день рождения 20 апреля, и я надеялась привезти его с друзьями в каком-нибудь из любимых заведений, но, к сожалению, ни одного с друзьями не получилось встретить ни в заведении, то есть это был такой момент для меня достаточно тяжелый для того, чтобы пережить. В принципе, до этого я работала в офисе, и сейчас как бы после завершения карантина я снова продолжу работать в офисе, но я воспринимаю это скорее как разгрузку, потому что работы стало меньше, я работаю из дома в комфортных мне условиях, то есть в принципе для меня этот опыт скорее был позитивным, чем негативным, если брать в целом, вот, из самого тяжелого это, ну вот, как я ранее сказала, отказ от каких-либо социального взаимодействия с друзьями, с близкими, родственниками, это переживание за собственное здоровье, то есть переживание за то, что в случае какой-либо необходимости у меня будут трудности с тем, чтобы обратиться в больницу, так как там будет перегрузка больными ковид, к сожалению, как бы это ужасно не звучало, вот, а в принципе, это дало мне много возможностей развиваться дома, готовить дома, получать удовольствие дома и как-то проводить время наедине с собой, чего у меня раньше практически не было, то есть я всегда была там с кем-то, вот, то есть в принципе, хорошо. Как с человеческим контактом? Вам хватает или хочется кого-то обнять? Первое время со мной жила подруга на карантине, то есть я проводила время с ней и у нас был тесный физический контакт, то есть мы обнимали друг друга, были рядом, делали что-то вместе, потом, когда она уехала, было немножко тяжело, но мы продолжали видеться с родителями, то есть они ко мне приезжали, отдельно мы были на изоляции, но вместе могли провести время, так как у них есть машина, они могли мне приехать, вот, и поэтому жесткого дефицита я, конечно, не чувствую, но он есть, то есть, конечно, для меня очень важен физический контакт, объятия, пожатие рук, там, я не знаю, в принципе, какие-либо прикосновения с другими людьми, которые мне знакомы, вот, для меня это важно, и я жду, когда я смогу это возобновить, но, к сожалению, я понимаю, что в ближайшие несколько месяцев, даже после завершения карантина, это все равно будет так ограничиваться в мерах безопасности. Что вы поняли о себе во время карантина? Что-что-что? Что вы поняли о себе во время карантина? Что я могу проводить время наедине, и мне не скучно одна с собой, то есть это, наверное, главное, и по большей части я поняла, что много вещей, которые я получала от других людей, там, я не знаю, такие, как там, интересную информацию новую, какие-то рекомендации, я могу находить самостоятельно, и это тоже достаточно интересно, вот, я поняла, что я могу возмещать в нехватку контакта с друзьями с помощью каких-нибудь видеоконференций, то есть мы регулярнее стали созваниваться, видеться и общаться, и это классно. А из какого вы города? Из Киева. Ваши родители тоже здесь, да? Да-да-да, у меня вся семья здесь, и все друзья здесь. Из какого возраста вы помните себя? Ну, первые воспоминания, наверное, около четырех лет, вот, это такие очень теплые летние воспоминания, я помню, первый раз, когда я помню себя, это годов четыре на даче, вот, это такой короткий промежуток времени в памяти у меня сохранился. Какое у вас самое приятное воспоминание с детства? Опять же, такие связанные с летом, наверное, когда мы с дедушкой собирали урожай, я каждое лето, лет до 14-15 проводила на даче, и всегда помогала дедушке в садоводстве, и мы вместе с ним что-то сажали, я помню, как это было важно по срокам, что когда посадить, как за чем ухаживать, вот, это, наверное, такие самые теплые, приятные воспоминания, когда мы с семьей проводим на даче, шишки, вот. И какое самое неприятное воспоминание с детства? Наверное, развод родителей, когда я узнала об этом, мне было лет 12, и я узнала, что родители развелись через несколько месяцев после того, как это произошло, и для меня это было большим ударом, потому что я всегда очень соболезновала детям, чьи родители развелись, мне всегда казалось это чем-то ужасным, и я никогда не подозревала, что такое может произойти со мной, то есть это было очень резко, неожиданно, хотя потом уже анализировав ситуацию, я понимала, что часто видела ссоры какие-то, разногласия, то есть это все к этому шло, но я это старалась не замечать специально, и поэтому для меня это было небольшим шоком, точнее, большим шоком. — У вас предавали когда-то? — Скорее всего, так, чтобы именно я почувствовала, что меня предали сильно, нет, но были моменты, когда я чувствовала предательство, но меня огорчало скорее не то, что меня предали, а то, что я осталась одна. — А вы предавали? — То, что что? — А вы предавали, да. — Я думаю, что нет, потому что я очень преданный человек, я очень переживаю за настроение другого человека, мне очень сложно кого-либо обидеть, ранить, вот мысли, что я кого-то обижу, мне очень плохо, то есть я не могу игнорировать чувства других людей. — А что для вас предательство? — Для меня предательство — это умышленное, умышленное не то чтобы оскорбление, но умышленное принесение какого-то морального вреда другому человеку, когда ты понимаешь, что твои действия могут кого-то ранить или обидеть, и ты можешь выбрать другой путь, ты можешь избежать этого, но ты это делаешь умышленно, понимая, что человеку другому будет плохо, и всё равно это делаешь. — А вы любили когда-то? — Да. Я понимаю, что я очень, помимо родителей, естественно, которых я очень люблю, у меня был партнёр, которого я очень сильно любила искренне, и всё ещё люблю, и он об этом знает, хотя мы уже разошлись. — А вас любили? — Думаю, что да. — Да. Да, думаю, да, потому что до сих пор, опять же, такие предыдущие отношения, не эти, но раньше, когда человек, я понимаю, что он меня очень любил, но, к сожалению, эти чувства были невзаимны, вот, я постаралась объяснить свои чувства, но, к сожалению, не получилось, чтобы что-либо совместное получилось с этим человеком. — Что для вас любовь? — Для меня любовь — это желание быть рядом, поддерживать, не требуя ничего взамен, бескорыстное желание. — Это искреннее чувство уважения, заботы, желание заботы, желание поддержки и взаимного какого-то развития с человеком, вот, когда ты понимаешь, что этот человек тебе не безразличен, тебе не всё равно, что происходит в его жизни, ты вместе с ним переживаешь, радуешься искренне, как будто это что-то, что произошло с тобой. — Вам бы хотелось заметить забывать плохое. — Да. — На самом деле нет. Я много об этом думала, что, там, я не хочу помнить о каких-то плохих вещах, и я часто о них забываю очень легко, то есть что-то хорошее у меня хорошо запоминается, а что-то плохое — нет, то есть я чаще всего это забываю, но мне кажется, что это всё-таки всё опыт, и всё, что было в прошлом, оно как бы не имеет какого-то сильного окраса, хорошего или плохого. Это просто то, что было, и то, что делает нас такими, какими есть сейчас. Вот, то есть всё плохое и всё хорошее — это опыт, который не имеет какого-либо окраса. И, в принципе, мне кажется, все события, которые происходят, они достаточно нейтральны сами по себе, и человек сам решает, это что-то хорошее или что-то плохое, потому что для кого-то, там, я не знаю, расставание или, я не знаю, там, что-либо, что-либо для кого-то может быть хорошим, а для кого-то плохим. Как вы думаете, способность человека забывать какие-то трагические события в жизни, она спасает этого человека или это, наоборот, жизнегубительная способность? Мне кажется, это, скорее, жизнегубительная способность, потому что человек может, как говорится, наступить на те же грабли, ошибиться вновь, и лучше помнить и делать из этого какие-то... И не делать этого, либо, не знаю, поступать по-другому в определённых ситуациях, чем забывать всё плохое, бояться плохих воспоминаний, хотя они, на самом деле, нас очень сильно толкают вперёд и учат, и это очень хорошо — иметь негативный опыт в чём-то, потому что тогда может быть больше позитивного опыта. Скажите, как много вы знаете о предыдущих поколениях в вашей семье? У меня когда-то было желание сделать дерево родственников прабабушек, прапрабабушек, генеалогическое дерево, это корректно называется, но, к сожалению, не собрала ещё всю информацию необходимую для этого, то есть это то, что у меня в планах, но то, что я знаю о своих родственниках, я знаю о маме, о папе, на самом деле, буквально недавно узнала всю историю папы, как, у кого, кто его семья, кто его родственники, вот, то есть я всё ещё в процессе сбора информации знаю про бабушку по маминой линии, и про дедушку по маминой линии, немного про прадедушку маминого папы, немножко про дедушку, получается, отца бабушки по маме, немножко знаю по папиной линии, и на этом всё. То есть вот до прадедушек, прабабушек по маминой линии немножко. Как вы чувствуете связь с этими поколениями? В чем она для вас? Связь с поколениями? Да. В самом деле, я думаю, что я не чувствую какой-то сильной связи. То есть я считаю, что то, что происходит вокруг меня сейчас, это чистый лист, на который влияние в очень большой степени имеют только живые для меня родственники. То есть те родственники, которых, к сожалению, уже с нами нету, они не влияют на меня сейчас. То есть я не чувствую с ними какой-то связи. Это история, это понимание того... Это скорее интересует меня в том плане, какие черты характера имею я, возможно, черты внешности, то есть в этом плане. Но, к сожалению, историей их я мало интересовалась, не чувствовала потребности в том, чтобы узнать об этом. То есть мне хотелось знать имена, мне хотелось знать происхождение, но мало чего мне было интересно в плане каких-то их личных достижений, кем они именно были по жизни. То есть я небольшую информацию знаю, но очень мало. То есть у меня нет такого, что я сижу, и мне очень интересно узнать, кем они были, что они делали. Вы когда-то были в Барнингеру? Да, да. Я была в школьные годы, мы были там на экскурсии. Я помню, я очень впечатлилась тем, что там происходило. Вот, так как для меня все эти события — это что-то очень страшное. Я боюсь насилия, войны, убийств, тем более. Для меня это то, что пробегает меня в какой-то шок, транс. Для меня ужасно представить, что могло что-то вообще такое происходить. Мне скорее не верится в то, что это происходило. Какие у вас там ощущения были? Очень сильный страх, переживания. И вот у меня в стрессовой ситуации такое ощущение, что это все сон. И вот тогда, когда мы находились там, у меня тоже такое было ощущение какое-то затуманенное. То есть нам рассказывали историю этого места, что там происходило. И я слабо это помню, потому что все в таком как тумане из-за страха, из-за переживаний. Как вы считаете, почему происходят такие трагедии, как Волокост? Мне кажется, это из-за желания людей как-то сегрегироваться, то есть выделять определенные группы и доминировать над другими группами. И мне кажется, что основа в этом лежит в отсутствии информации и желании получать информацию о людях, о том, что эти люди такие же, как и мы, о том, что нас ничего от них не отличает. И нету плохого и хорошего человека, исходя из его каких-то национальностей, вероисповедания и всего основного расы, гендера. Ты можешь попасть? Вот, то есть... Что-что-что? Говорите, извините. Говорите. Я просто хотела сказать о том, что, наверное, это все идет из желания дискриминировать, властвовать и выделять себя среди других, что кто-то лучше, кто-то хуже, и по абсолютно необъективным причинам. То есть это тоже идет отсутствие какой-то информации о том, что люди другой религии, люди другой национальности ничем от нас не отличаются, но мы не хотим об этом знать для того, чтобы ставить себя выше их. Такое может повториться в мире? Такая трагедия? К сожалению, думаю, что может быть не в таких масштабах и не так открыто, но мне кажется, что это происходит до нынешнего времени, и боюсь, что еще будет происходить какое-то время. К сожалению, боюсь, что да, это возможно. Что можно сделать, чтобы это не повторилось? Мне кажется, что нужно... Вот то, что происходит сейчас, в принципе, глобализация, интернет появляется практически во всех точках мира, информация становится более доступной, люди говорят о себе, люди говорят о своей жизни. То есть мы узнаем больше информации о других, и мне кажется, это то, что может помочь нам друг друга понять, и понять, что мы все разные, но мы никто не лучше и никто не хуже. То есть мне кажется, что поток информации, который идет сейчас, стремительный, и его стремительное развитие — это то, что способно остановить такие вещи. За что вы готовы бороться? Я готова побороться за свои права, за права других людей, потому что мне кажется, что ущемлять кого-то в его правах — это ужасно несправедливо. Кем бы этот человек ни был, где бы он ни жил, и что бы он ни делал. Я готова побороться за свободу, потому что за свободу слова, за свободу действий в рамках того, что мои действия никак негативно не влияют на других людей. Я готова побороться за свободу выбора, потому что каждый имеет право выбирать то, что мы хотим, тем более если это в рамках наших прав, и эти права никак не ущемляют права других людей. То есть, скорее всего, если все объединить, то за свободу, за свободу всего, во всех пониманиях. Ещё такой вопрос. Как вы считаете, как должен выглядеть современный мемориал, который посвящён жертвам Холокоста? Я скорее дам какую-то отсылку к мемориалу, который есть в Берлине. То есть это такие безликие, не знаю, как плиты, колонны, плиты скорее. То есть это место, которое само по себе как бы... Даже если человек не знает, что это за место, оно как-то погружает в какую-то атмосферу такой безликости, холодного чего-то, вот как камень серый. Мне кажется, что что-то такое, то есть если писать имена тех, кто погиб, это вряд ли... То есть это должно быть что-то понятное для всех и что-то, что передаёт максимально атмосферу места. Вот, мне кажется, в Берлине с этим справились на все сто. То есть это место, которое действительно очень-очень передаёт смысл того, что хотели сказать. С какими эмоциями должен покидать это место человек, который туда приходит? Какие эмоции он должен провоцировать? Мне кажется, что скорее благодарность за то, что происходит с человеком сейчас. То есть то, что он в безопасности, то, что он может свободно чувствовать себя в мире. И в дополнение к этому какой-то, не хочу сказать, страх, но понимание того, что в мире есть жестокость, никуда не исчезла. То есть у нас в мире не всё радужное, не всё прекрасное, не все проблемы решены. То есть, к сожалению, как я говорила ранее, такое вполне реально что повторится. И это нужно понимать, и нужно осознавать это. Что вас радует? Что меня радует? Меня радует... Я испытываю радость, когда я начинаю обращать на то, что меня окружает. То есть я часто забываю об этом и думаю о том, что я хочу путешествовать, меня это радует. Я хочу покупать себе какие-то вещи, меня это радует. Но иногда я останавливаюсь, смотрю вокруг себя, что у меня в семье всё хорошо, у меня всё хорошо. У меня есть работа, у меня есть собака, которая меня радует и которую я очень люблю. У меня есть друзья, которых я очень люблю. То есть меня радует то, что меня окружает. Это, наверное, будет самым корректным ответом. А какая ваша мечта? Мечта, такая вот big dream всей жизни у меня скорее такой нету. То есть я даже не могу сказать, что у меня есть какая-то конкретная цель или план на будущее, что я там кем-то определённым стану. Мне нравится менять свои мечты и планы. Сейчас у меня скорее такие большие мечты — это в плане путешествий, побывать в самых отдалённых уголках мира. Исландия, Новая Зеландия, Гренландия. Вот это такая мечта узнать, как живут в других странах, какая жизнь в других местах, как живут люди в Азии. То есть посмотреть, окунуться в эти места, в эти города, в эти страны, в эти культуры других людей. То есть это из таких вот такая вот мечта на данный момент. Что для вас самое главное в жизни? Для меня самое главное в жизни, на самом деле, я понимаю, что это я. Потому что то, какая буду я сейчас, здоровая, счастливая, от этого будет зависеть всё вокруг меня. От этого будут зависеть мои отношения с родственниками, с друзьями, с близкими мне людьми, с окружающим миром. Наверное, так будет правильно сказать. Спасибо вам. Мне всем. Не за что. Спасибо вам.